Приветствую вас, мне по вашему тексту показалось очень сильно, что вы относитесь в большой такой степени с пренебрежением, с непринятием того, что делает ваша жена. Не то чтобы я думал или считал, что вы должны принимать ее позицию, принимать ее точку зрения, принимать ее выбор. Вот мне кажется, что вы не должны этого делать, если вам этого делать не хочется. Но, поскольку ваш вопрос касается того, стоит ли возвращать жену, то мне кажется, что с учетом вот того, что вы сами транслируете через свой текст. Мне кажется, что не имеет смысла, потому что вы, на мой взгляд, не осознаете несколько вещей. Первое, вы не осознаете, как относитесь к своей жене. Второе, вы не осознаете, что не принимаете факта ее перемен. Ну, просто она изменилась, по сути. Ну, немножко другой. Стал. Да? Вот. Ну, немножко. 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 В свою жену. Вы перейдёваете, как мне кажется. Ну, больше как, что-то такое материальное. Больше как, что-то такое примерное. Больше так, что-то такое. не самостоятельно, вот. Понимаете? Такой вот момент. Если вы не будете менять своё отношение к себе и своей жене, то возвращать никакого смысла нет. В первую очередь её что-то не устраивает, вот. В вторую очередь не устраивает что-то у нас. Этенормально. И у вас, и у жены есть какие-то потребности. Вот. Есть желание определённое. Вот я думаю, что если вы всё это не будете оформлять, если вы всё это не будете закреплять, ну, себе, то, мне кажется, ситуация будет так вы достаточно негативно. Таким образом, я бы порекомендовал вам что сделать. Значит, поисследовать себя. Вот. Значит, поисследовать свои чувства. Вот. Преследовать своё отношение. Значит, вот. к жене. Вот. И к себе с мамой тоже. И, соответственно, уже, исходя из этого, уже действовать дальше. Ходя из этого уже двигаться куда-то. Во-первых. По качеству, с учётом вашего настроя и с учётом того, что вы настроены только на то, чтобы своих службе именно что возвращать, а вот, а не исследовать, а какие у вас могут быть сложности, там, проблемы и так далее. Вот. Ну, мне кажется, что шансов на то, что что-то может измениться, да, и, ну, вы, ну, вернёте её как бы, как бы, ну, а дальше что будет? То есть, ну, что дальше-то? Вот. То есть, ну, мне кажется, здесь важно смотреть, ну, на перспективу, в определённой степени. Мне кажется, здесь важно смотреть перспективу. Вот. Если вы смотрите в будущее, если вы смотрите на то, ну, как бы, вот как в будущем вы будете, как в будущем вы будете, значит, ну, условно говоря, взаимодействовать, да, если вы будете это смотреть, это если вы будете, если вы смотрите на это, да, обращаю внимание на это, то, ну, мне кажется, что пока шансов у вас особо, нет, пока что мне кажется, что скорее есть определённые трудности, вот, понимание себя, восприятие себя и восприятие, другого человека. Вот. Это то, что я могу вам сказать с точки зрения, ну, вот, условно говоря, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, и с точки зрения, ну, опыта какого-то, да, который, условно говоря, у меня, у меня есть на 8 лет моей практики. Вот. Такие дела. Поэтому, вот, первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, да, вот, самое первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на то, как получается, что, что вы ссоритесь, то есть вот, ну просто вот, ссора, как она у вас получается? Вы же сами в ссоры вступаете. Я имею ввиду, что вы принимаете участие в ссоры сами. И мне кажется, что очень важный момент заключается в том, чтобы вы себе в этом признались, чтобы вы признались в том, что да, вот в какой-то степени я сам вношу вклад в конфликт. Вот. Не в цели себя как-то вот обвинить. Я это говорю не в цели вас обвинить и обвинить. На самом деле. Я это говорю исключительно для того, чтобы обратить ваше внимание на важные моменты. чтобы обратить ваше внимание на то, что можно сделать для, так сказать, сохранения вашей, ну, вашей семьи. Я думаю вам нужно постараться увидеть в своей жене кого-то больше, чем жену. Постараться увидеть в ней личность. Если вы сможете это сделать, если вы сможете увидеть в ней личность, то, мне кажется, у вас есть шанс. Если вы будете позиционировать себя как мужа, а ее исключительно как жену. что ничего не парочит, потому что, ну, вы не только муж и жена, вы еще и два человека, вы еще и личности. Я надеюсь, этот ответ вам будет полезен, надеюсь, он позволит вам лучше разобраться, потому что, конечно, все происходят между вами и вашей сыной. Я говорю, что она права, я говорю, что крутые вы можете правы, я говорю, что у каждого есть свои интересы, я говорю, что каждый хочет реализовывать свои интересы, и мне кажется, что это нормально, абсолютно. А из-за таких чувств, как тревога, страх, желание контролировать, вот, из-за этих моментов возникают, то возникают проблемы, ограничения совершенно, такие вот излишние, без которых, ну, без которых вполне можно было обойтись, которые, мне кажется, излишни, но, вот, если не, если не, если не всегда излишни, то есть, ну, понятно, что, что есть всегда определенные нюансы, вот, понятно, что есть всегда определенные такие вот, вот, ну, кажется, вот, это просто не идет на пользу вам. Вот, поэтому ответ мой такой будет, я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вы, для себя выводы обязательно какие-то сделаете, надеюсь, что вы для себя, ну, извлекли что-то интересное, вот, по крайней мере, я старался максимально раскрыть, все нюансы, которые мне казались важными, казались и кажутся важными, вот, а если у вас остались, остались вопросы, если у вас остались, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Объяснить все, буду рад вам ответить на все, что вас интересует, буду рад разъяснить мои какие-то моменты, которые, вероятно, вам оказались не понятны и так далее. Потому что вполне возможно, что вашей привычной парадигме все равно не укладываются, не укладываются какие-то вещи, о которых я здесь говорю. Ну потому что вам сложно это понять, потому что им просто непривычно просто, так бывает. Опасаться, избегать этого, игнорировать это не нужно. И последнее, что я забыл сказать, надо было тоже обязательно упомянуть, что ребенок гораздо более счастливым будет к скандалам между родителями. Вот, нежели чем на их вроде как совместное существование, но при этом конфликтно. Поэтому не нужно сохранять семью только ради ребенка, где это крайне губительно для маленького человека. В этом все. Удачи вам. Всего самого доброго.